Сколы и трещины на стенах, зияющие дыры в паркете хореографического класса. Так Дом культуры в Кабардинке под Геленджиком встречает больше 400 детей, которые занимаются здесь в кружках. В прошлом году в здании проделали большую работу. Отремонтировали зрительный зал, установили новое световое и звуковое оборудование. На это из краевого и местного бюджетов направлено 8,5 миллионов рублей. Однако облик культурного центра требует финального штриха. С этой просьбой главе региона сегодня на приеме граждан обратилась местная жительница Галина Камзюк. Коллективы творческие на достойном, достаточно хорошем уровне воспитываются, поднимаются. Но вот есть такая проблема, знаете, зал там хорошо, заходишь в АИ, как бы не очень. Мы хотели попросить вас помочь с этим делом. Я надеюсь, вас здесь максимально не то, что понимаю. Я сам сельский житель и реально помню свое детство, свою юность, по крайней мере даже, когда учился в университете, что клуб, он был центром, когда мы собирались, не было телефонов, не было чего-то, но была программа в клубе, были вечерние мероприятия. И сегодня эти мероприятия должны быть. Поэтому я здесь максимально поддерживаю вас. Клуб должен быть таким, куда хотелось бы все время приходить. И это моя принципиальная позиция, что клубы должны быть. И должны быть комфортными. А должны быть уютными, удобными. Должны быть современными. Потому что, понятно, молодежь современная, я в частности о ней сейчас больше говорю, они должны приходить в клуб и ощущать, что они находятся сегодня в современных условиях. На обустройство сельского дома культуры Вениамин Кондратьев поручил выделить еще около 4 миллионов рублей. Но, как оказалось, это не единственная проблема, которая заботит жителей Кабардинки. Галина Камзюк решила воспользоваться случаем и задала губернатору еще один вопрос про доступ к морю в районе одного из санаториев. Сейчас, чтобы попасть на пляж, приходится делать большой круг. С мертвой точки сдвинуть дело не могли вот уже 15 лет. Это, в первую очередь, недоработка власти. Что мы позволяли 15 лет жителям находиться в таких условиях. Если мы 10 лет или 15 не можем договориться, тогда власть должна потребить силу. По-другому это не власть. Поэтому готовьте акт для того, чтобы изъять для муниципальных нужд, для дороги, эту территорию. Исходите из того проекта, дороги, которая необходима для жителей. Это в первую очередь. С главой региона Галина Камзюк встречается впервые. Как призналась после, эмоции сдерживать трудно, ведь ответы губернатора от нее ждут всем поселкам. Я уже на свой страх и риск обратилась с этим вопросом. Раз уже попалась сюда. И вот, вы видите, у меня теперь все еще докладывать буду своим ветеранам, своим жителям, что принял такое решение, я прям захлебусь. Обрадовала решение насущная проблема и жительницу станицы Дмитриевская, что в Кавказском районе. Это единственный населенный пункт в муниципалитете, где еще осталась очередь в детский сад. В существующем для дошколят не больше 45 мест. Этого явно недостаточно. В станице живут 3,5 тысячи человек. И с каждым годом сюда переезжает все больше молодежи. Вот и сама Регина Мишина решила вернуться из Москвы на свою малую родину. Я, в принципе, приехала от лица всех мамочек, которые озабочены тем, что у нас нет садика. Я знаю, что он строится, но мы не видим прогресса. Фундамент нового корпуса уже заложен. О ситуации Вениамину Кондратьеву докладывает глава района. В конце ноября, в декабре мы в первую очередь сделали. Мы фундамент подготовили. Вот у меня список есть. И строительство пришлось разбить на два года. 17-18. 3 июля, буквально через 5 дней, будет заключен договор с подрядчиком. И в плане работ строительство детского сада. Но не на 45, как сейчас, а уже на 60 с учетом, что попадут все дети нуждающиеся. А может быть, не на 60 нам сделать, а может быть, насколько возможно, еще с запасом увеличить количество мест. Потому что, слава богу, что она из Москвы вернулась к себе домой, на малую родину. И еще пусть возвращаются, и еще пусть детки появляются. Смело идите на перепроектирование. Смело. Соберите людей, соберите активную группу передовых, вот тех, как здесь Регина, и объясните им, что, ребят, в 60 это притык, но у нас только единственное, чего нет, у нас деньги есть, а времени у нас нет. И поэтому максимально перепроектировать, и максимально параллельно, и максимально запускайтесь. Потому что, еще раз подчеркиваю, будет садик, будет там молодежь. Она явно сегодня выбирает те места, которые комфортны для жизни. Это сегодня современная молодежь, и ей в этом не откажешь. Потому что они хотят жить, где есть условия для жизни. На строительство нового детского сада из краевого и местного бюджетов уже сегодня выделили больше 30 миллионов рублей. Проблемы самых отдаленных населенных пунктов Кубани нужно решать сообща, отмечает глава края. Вопросы, озвученные сегодня, жители направляли в администрацию президента страны. И месяца не прошло, как они получили ответ от региональных властей. Инна Чайко, Алексей Комаров, Денис Перец и Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар, Геленджик.